Вопрос номер 17 в повестке заседания оказался камнем преткновения для областных депутатов. Изменения в схеме избирательных округов парламентарии горячо обсуждают последние несколько недель. Сегодня на пленарном заседании в губернской думе расставлены точки над «и». Число округов остается прежним – 25. Изменились их границы и состав. Так одним округом становятся Шигонские и Ставропольские районы, хотя они разделены Куйбышевским водохранилищем. Председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев считает, новая схема дает преимущество кандидатам на грядущих выборах в областной парламент. Заведомо убирается такой ресурс, как узнаваемость. То есть новому кандидату и действующему кандидату-депутату придется практически на равных условиях действительно работать в округе. Поэтому, конечно, это вызывает у некоторых негатив. Изменить границы округов потребовалось, чтобы уравновесить число избирателей. По сравнению с 2011 годом их стало меньше почти на 60 тысяч человек. В ходе обсуждения новой схемы предложено было больше 20 поправок, большинство из которых приняли. Против новой нарезки выступили фракции ЛДПР и «Справедливая Россия». Представители КПРФ в знак протеста покинули зал заседаний. Тем не менее, новую схему округов парламент утвердил большинством голосов. Значит, те предложения и та аргументация, которая была озвучена нашими другими партиями, парламентскими партиями, значит, они не совсем были аргументированы для основной части депутатского корпуса. Из 36 присутствовавших за проголосовал 31 депутат, против – 4. Действовать новая схема избирательных округов будет в ближайшие 10 лет. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.